На библейский портал XGET поступает много вопросов, как относиться к снам вообще и если являются родственники во время сна, что это значит? Ответы на эти вопросы бывают разные. Я отношусь к снам очень строго. Лично сам, слава богу, как-то сплю без всяких сновидений, но для людей я всегда отвечаю словами лестницы. В третьей ступени есть отдельная небольшая глава, где говорится о сновидениях и вот там лестничник категорически запрещает верить снам, кроме одного, когда являются посланники из духовного мира и показывают спящему человеку муки и страшный суд. То есть это призыв к покаянию. То есть человек в таком сне ощущает свою греховность, ощущает внезапность своей смерти и вот мы как священники, я думаю, что у каждого священника есть такой опыт, встречали особенно рано утром людей, которые прибегают в храмы очень взволнованные, взбудораженные, спрашивают, где тут батюшка, как нужно исповедоваться и когда начинаешь с ними общаться, слышишь именно это. То есть мне сегодня прияснилось что-то такое страшное, я видел там какой-то огонь горящий, мне казалось, что кто-то там стонет, я понял, что это будущая мука, я испугался, мне показалось, что я там могу оказаться и мне был голос, иди в церковь или покайся в своих грехах, вот я пришел, я не знаю, как каяться, но я хочу это сделать. Если это было через сон, значит этот сон был от Бога. Все остальные сны категорически запрещены для толкования. Особенно опасно вступать в беседу, в диалог, в общение. Что касается пробуждения, нужно постараться забыть сон, который тебе был дан, если там не было темы покаяния. Особенно в снах через сны, точнее бесы могут осквернять человека. Такими плотскими воспоминаниями, грязными картинами. Вот эти сны нужно забывать сразу, нужно прямо молиться, чтобы Господь очистил из памяти все виденное во сне. Нужно пойти на испыть и покаяться в этом грязном таком сновидении, как будто мы просмотрели какую-то, не знаю, порнографическую какой-то сюжет фильма. И ты вот этой плотской, так сказать, нечистотой напитался. У тебя ум не способен молиться, у тебя все в душе как-то в смятении находится. В общем, это вот прямое действие бесовской силы, которая тебя вывела из такого мирного устроения. А если тебе во сне звучал голос покаяться, то это был сон от Бога. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok